Всем привет! Вот я всё продолжаю убирать. Я немножко пересортировала вещи, эту кучу разгребла. В первую очередь, как я говорила, я буду отбирать верхнюю одежду. То есть вот я её сюда повесила. И параллельно, когда перебирала кучу, я сразу же немножко отвесила всяких платьев. Конечно, и тут часть валяется. И сразу топы, рубашки, футболочки всю сюда выложила как раз, чтобы вторым этапом их разобрать. Ну и дальше уже потом пойдут здесь часть платьев, часть юбок, часть штанов, то есть и всё оставшееся. Ещё пока что осталось такой куча. Начнём с самого начала. С верхней одежды разбирать. Ну, верхняя одежда, да, вот у меня вот эта курточка, это юнкерс, да, или или как они правильно называются. Я её купила ещё лет десять назад, джинсовая курточка. Ну вот, я её не отмену, да, и одену. В принципе, я её люблю. Эта вещь меня радует, она комфортная, она практически вообще не сношенная. Поэтому я её оставляю, и как по мне, она сидит на мне достаточно хорошо. Вот. Значит, её оставим. Сейчас я пока что то, что оставлять, отложу себе сюда. И потом пойду сразу одним махом его развешу, чтобы не бегать каждый раз. Вот это. Это ликуперовская курточка. Курточка её купила пару лет назад, демиссезонная. Она для машины вообще просто бомба. Ездить в машине где-то выскочить, в машине её и зимой могу одевать, если езжу. Ну, а так, конечно же, в основном весной. Вот такая вот она у меня. Очень её люблю. Конечно, рукава немножко уже в катышках, но всё равно она мне очень комфортная, и это одна из моих любимых курточек. Следующая на очереди тоже ликупер, по-моему. Да, ликупер. Я их покупала вместе, но, к сожалению, вот эта куртка, это первая куртка, которая для меня была тёплая, её в ней никогда ни разу не мёрзла. Но мне не очень нравится, как она на мне сидит. Это первый момент. А второй момент. Я в ней кушала шаурму и пару жирных пятнышек поставила. И вот чуть-чуть её собаки вымазали. Но, когда я запустила стирки на лёгенькой, стирочке такой, после лёгенькой стирочки мне показалось, что она, в общем, этот пух свалялся. Ну, сейчас, когда она полностью высохла хорошо, он уже нормально разошёлся. И она комфортная и тёплая. Но, так как пятнышки остались, то второй раз стирать её боюсь. Стирать я не умею. Такая двоечница. Поэтому я готова её отдать тому, кто может нормально вывести пятна на ней. Потому что много раз её стирать я смысла не вижу. Это просто убить культочку. Поэтому я готова её отдать. Очень тёплая, очень клёвая. Всем рекомендую. Стоила она под сотню евро. Ну, и была очень-очень такая клёвая. Размерчик на ней стоит 14-й. Это американский или какой там идёт. То есть, вот такая вот она тёпленькая курточка. Её я готова отдать. тем более, я уже купила ей замену. Хотя, если я такую уже увижу ещё где-то в продаже, я куплю. Я хотела купить такую же, но новенькую, но, к сожалению, уже не была в продаже её. Вот. Следующая моя такая дублёночка, не дублёночка, но, кстати, она выглядит очень лёгенькая, по лёгкости где-то вот как Эли Куперовская курточка, но я в ней ходила при минус 20, ну, я не могу сказать, что я замёрзла. То есть, мне в ней было нормально и, в принципе, я её для работы оставляю, потому что для работы не всегда походишь в тех курточках, которые не нужны, поэтому и она мне доставляет радость, хоть она уже у меня много лет и я уже думаю, может быть, её отдать. Это, кстати, по-моему, искусственная, судя по меху, поэтому она не буддоражит мою душу там кого-то жалко, ещё что-то, ну, и комфортно, я понимаю, что если я её буду отдавать, то я хочу себе такую же, поэтому смысла отдавать её я не вижу, пусть висит дальше. Вот, следующая курточка, ой, ну, я её покупала, это кожзам, она на меня уже мала, её пыталась носить моя дочка, но сейчас мы её уже купили, курточку, вот, то есть она на мне, да, её можно застегнуть на мне, но она, в общем, как-то вот так вот, да, то есть я поправилась на 10 килограмм, и она мне уже мала, соответственно, буду её отдавать, ну, и плюс, кроме того, что вот так вот её не застегнёшь, у неё немножечко горловина начала трепаться тут, я не знаю, видно, не видно, немножко вот такая вот беда, рукава абсолютно нормальные, ну, я про те вещи, которые буду отдавать, сниму отдельное видео, если сейчас кто-то не напишет, что прям сразу хочет, то я про них буду снимать отдельное видео потом, вот, вот это, о, это пума, это самая лёгкая она курточка, она считается зимняя, но что-то, как зимняя, я в ней мёрзла, я вам скажу сразу, она двухсторонняя, я её думала тоже отдавать, потом разыгрывать, но, когда я её дело померила, так посмотрела, я всё время считала, что она у меня большая, но она на меня и была большая, пока не поправилась на 10 килограмм, поэтому, я так одела, посмотрела, думаю, о, я клёво выгляжу в ней, вот, тем более, вот есть такое, что мне нравится, она двух цветов, о, вон пух полез, то есть тут натуральный пух, ну, вот видите, уже чуть-чуть есть такое, подлазит пух, вот, можно ещё вот так вот её носить, причём так я её ещё не носила, сейчас мне как-то вот тянет на такое, всё яркое, всё весёленькое, поэтому, наверное, этой осенью и зимой я её буду носить вот, вот, ну, и что мне не нравилось, я не люблю шапки, поэтому вот на Ликуперовской был капюшон, и у меня очень напрягают те куртки, которые без капюшона, вот, вот, у меня курточки не расставлю себе, пока, хотя в этом году я её ни разу не одела из-за Ликуперовской, потому что та с капюшоном, ну, так как Ликупера уже нет, и с капюшоном, по-моему, альтернативы у меня пока что нет, то, так, это наш softshell, непродуваемая, то есть она вообще тут никакого не утепления, ничего нет, но она мне слегка мала, ну, вот, ради неё я собираюсь худеть тоже, потому что вот зимой её тоже в машину, мне было носить очень удобно в машине, именно чисто для машины, вот, ну, она не настолько мала, как та, да, ну, и мне нравилось, ну, единственное, мне не очень нравится то, что я мне иногда потею, как та наш не дышит, вот, у мужа очень прикольно, у него вот тут вот есть, расстёгиваются, и поэтому, если вы будете покупать такого рода курточку, то я вам рекомендую обращать внимание, чтобы вот тут вот открывались карманчики для проветривания, потому что реально ты идёшь в ней, вроде бы холодно на улице, но ты внутри начинаешь потеть, и, и получается я раскрываюсь, но раскрывать вот это вот, и грудь охлаждать тоже не выходит, поэтому если бы здесь у него были карманчики, или если я себе найду курточку, которая будет на мне сидеть так же, и будет с вентиляцией, то я, конечно же, сменю, но пока такой нету, менять не буду, это я тоже люблю, это H&M, так, вот это, ну, это тут две на стиле у меня, я, соответственно, их вместе сразу покажу, это дождевички, плащёвочки, эту я помню, когда купила у меня, увидела дочка, мама, я у тебя забираю, фирма Only, очень прикольная, ну, дочка немного поносила, и вернула, а когда дочка у меня забрала, я себе эту зелёную купила, вот, тут уже резиночки, конечно, испортились, надо новые менять, либо вообще убирать, ну, то есть, вот такой вот, дождевичок, я себе купила ещё ярко-розовые сапоги, и резиновые, и когда идёт дождь, я люблю её одевать, ну, а так как у меня есть оранжевая, то, в принципе, зелёная мне такого плана не нужно, хотя зелёная тоже тут очень прикольная, она более крутая, как я понимаю, тут у неё больше функций, вот тут вот ещё какой-то большой карман, это фирма Виттори Росси, то есть, это получше фирма, ну, конечно же, вот тут кармашек, и вот в этом карманчике ещё что-то, я не помню, я помню, придумала, к чему это, а сейчас я снова забыла, как будто он достаётся, а, это к рюкзаку я потом решила, что нацепить, а, или одевать на себя, когда ты её, когда она тебе не нужна, ты её можешь спаковать в этот карман, да, у себя, по сути, и она будет, как сумочка тут выворачивается, да, вот, получается, она выворачивается, этот карман, и, по сути, ты её можешь всю спаковать в этот кармашек, вот, и, я так понимаю, так к рюкзаку, или ещё куда-то, или на себя там как-то прицепить, то есть, резинки, резинки очень хорошего качества, с ними ничего не произошло, не знаю, а тут, по-моему, были верёвочки, тоже, ну, как обычная, наверное, их уже повытаскивала, что-то я пока не наблюдаю, этих, ну, вот тут вот есть, но они не тянутся, тут более такие качественные резинки, да, это я, наверное, путала с той, потому что тут более качественные резинки, и они в два раза толще, чем на которой, в общем-то, клёвая курточка, но резинки нормальные у неё, да, тут уже других, по-моему, нет резинок, вот, ну, есть нюанс, уже начала, вот это вот покрытие, начало немножко отслаиваться, вот я, видите, как вот оно должно быть белым, вот это непромокаемое покрытие, то есть, уже на пару сезонов, может, хватит, и тут по этому видно, вот такое, видите, светло-зелёное, а тут темнее, то есть, я так понимаю, там она и внутри, вот это с белым, ну, да, вот оно просвечивается, что оно с белым, внутри покрыто, вот это вот всё, и оно потихонечку, всё-таки от возраста начинает уже отпадать это покрытие, и немножко уже становится, соответственно, промокающей, точно так же, вот я увидела на рукаве, вот такое вот, небольшое пятнышко, я не знаю, видно, не видно, то есть, вот такое вот, получается, это не пятно, само по себе, да, это вот это белое покрытие, начинает потихонечку отслаиваться, от времени, соответственно, я решила, ну, так как я не нашучиваю, висеть, пропадать дальше, то есть, может быть, кто-то ещё год или два сможет поносить, в общем-то, если кому-то надо, пишите, так, следующая курточка, ну, следующую тоже нужно рассматривать в паре, вот это вот они две у меня такие в паре идут, это такие больше у меня, я их воспринимала не как нарядные, фирма вот эта Colors, вот, то есть, она приличная, она всё нормальная, ну, учитывая, что у меня есть куча других, которые я ношу, и у меня с детства, мне постоянно покупали вещи зелёного цвета, и мне почему-то кажется, что моё бледность, зелёный цвет, мои синяки под глазами, как-то усиливает, и я все вещи зелёного цвета воспринимаю очень скептически, ну, и когда мне такие попадаются, то есть, с одной стороны мне нравится, но всё равно, вот это вот моё какое-то подсознание, оно сидит, оно мне не даёт, то есть, она абсолютно нормальная, её можно носить, но вот тут это моё отношение к зелёному цвету, оно мне не даёт её носить, и я её воспринимаю только, как одеть к мангалу, но, к мангалу, или там с собаками гулять, но у меня есть другая курточка, вот такая вот, она хуже выглядит, но у неё есть одно большое преимущество, у неё есть капюшон, поэтому, когда идёт дождь, то, ну, вот видите, вот это выглядит уже ужасно, муж мне говорит, выкинь её, выкинь, но, ну, у меня нет альтернативы ей, потому что вот эта без капюшона, она мне не поможет, когда будет дождь, поэтому вот эту вот я оставляю для дома, а вот эту вот я тоже отдаю, поэтому, если кому-то надо, то пишите. Следующая моя курточка, одна из последних, мне очень нравится она, моему мужу тоже, потому что она говорит, что меня в толпе видно издалека, и меня невозможно потерять, вот я её купила, это ноу-нейм какой-то, китайский или корейский, не знаю, ну, в общем-то, на видео она всегда смотрится бомбезно, хотя в жизни она чуть более светлая, о, надо её сейчас постирать, смотрю, рукавчики чуть-чуть это, в общем-то, я её очень люблю, и пока я никому не отдаю, потому что ещё сама не насладилась этим цветом, вот, это как раз для демисезона у меня, потом, есть вот такой пиджачок, но его тоже отдавать не буду, потому что я его в этом году ещё, я его как купила ни разу, нет, один раз одевала, но потом его присмотрела моя дочка, тоже, начала носить, уже поотрывала, тут пуговички их надо пришить, ну, в принципе, я его покупала как для работы, и мне он очень нравится, не знаю, может быть в этом году смогу поносить, если восстановлю после дочки, да, вот тут, вот тут, пуговичка в карманчике, спасибо хоть на этом, да, и вот одна пуговичка оторвана, то есть, в принципе, ну, мне такой стиль нравится, ну, и последняя на сегодня, да, я её уже показала только что, но оказалось, что закончилась память, и выключилась съёмка, вот, вот такая вот у меня ещё и шубка, она на меня, к сожалению, мала, вот, она, к сожалению, тут не застёгивается, я её покупала, когда было на 10 килограмм поменьше, с удовольствием носила, вообще, я её очень обожаю, эти рукава очень мягенькие, дочка тоже сюда, ну, очень балбела, ну, очень приятная, очень клёвая, здесь, по-моему, козлика, это шиншилла, и на шее шиншилла тоже, вот, она смотрится очень хорошо, я себя в ней, если честно, ощущала какой-то снегурочкой, мне никогда в ней не было холодно, я её одевала только там, в настроении, когда была хорошая, да, никогда было настроение одеть своё, у меня было тогда чёрное, чёрный пуховик был, да, вот такой вот длинный, как гусеница, вот, когда было настроение не для чёрного, я одевала тогда вот эту вот шубу, но одевала я её, наверное, раз 30 всего, за всё время, но очень-очень любила, и мне она очень-очень нравится, вот, и она на меня уже не налазит, тоже подбирается черёд её отдавать, нужно будет её тоже отдавать, но пока что я отдать её просто так не готова, я, поэтому я решила, когда будет 1000 подписчиков, мы её с вами разыграем, на данном, а, у меня как раз пока наберётся эта 1000, у меня как раз будет время морально подготовиться к тому, чтобы её отдать, ну, и отдать уже все остальные вещи, отпустить, и я думаю, тогда мне уже будет легче её отпустить, потому что на самом деле, вот как по Мари-Кондо, да, искры радости, эта шуба, это моя искра радости, но я её не могу носить, и поэтому это меня очень огорчает, и хотелось бы всё-таки либо похудеть до неё, либо уже отдать, и не мучаться дальше, вот, как-то так, в общем, это всё, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, вот и всё с верхней одеждой, да, следующие мы начнём топы разбирать в следующем видео, ну, а верхняя одежда, сейчас я пойду и развешу аккуратненько, те, которые я говорила, что буду отдавать, если вам понравились, пишите, свяжемся, разберёмся, в общем-то, да, я их тогда там выставлю, или в первую очередь отдавать, или сразу же отдам, не знаю, вот я спаковала часть зимних вещей в вакуумный пакетик, да, сейчас посмотрим, как он у нас поменяется, вот он у нас такой толщины, а и посмотрим, как он изменится, пылесос забрал весь лишний воздух, и теперь у нас вот так вот выглядят три пары моих курточек, ну, а теперь их можно положить на полочку где-то, и пусть себе лежат, занимая совсем мало места, всем пока-пока, до следующих встреч, я продолжаю уборку, продолжаю расхламление, и если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, и желаю вам тоже, если у вас есть такое желание, то начать расхламляться потихонечку, и отдавать, продавать, куда-то одевать вещи, которые вам действительно не нужны, и которые просто забирают вашу энергию, место и пространство, все, всем пока-пока, всем свободы и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok,